Где провести отпуск? Да так, чтобы не слишком дорого и поближе к природе. В приграничной Финляндии, отвечают соседи. Зимой северное сияние и горнолыжные склоны, летом рыбалка, походы и коттеджи прямо посреди нетронутой природы. Финны признаются, большинство туристов европейцы и азиаты. Жителей Мурманской области такими красотами не удивишь. Зато все больше иностранцев рассматривают страну Суоми с другой позиции. Открытие и развитие собственного бизнеса. Особенно привлекает и Наре самый крупный муниципалитет Финляндии. Екатерина Гладышевская и Артем Букшин подробнее. Главный ресурс и Наре – природа. Как бы ни был богат словарный запас, пытаться описать ее красоты в пустую тратить время. Чем сто раз услышать, лучше увидеть. Русские нечасто прибегают к помощи туроператоров. Захочется переночевать, воспользуются палатками. Тем более, что разбить их можно где угодно. И Наре – самый большой муниципалитет Финляндии. Главное, чтобы не под чужими окнами и не слишком близко к дороге. Российские туристы всегда очень самостоятельные. Чаще всего они приезжают на машинах, чтобы совершить покупки. Нам очень бы хотелось, чтобы ваши туроператоры взяли на себя больше ответственности и стали организованно возить к нам людей. Пусть обращаются к нам, мы поможем все организовать. Тем более, что к наплыву туристов финны всегда готовы. Центр образования Саамского региона выпускает гидов-проводников. Они, например, смогут сопроводить иностранцев поездки на снегоходах. Причем не просто указать направление, а при необходимости проложить новый маршрут или помочь разбить палатку. Чтобы заинтересовать туриста, гиды должны знать и разные легенды, например, про тех, кто приезжал к нам, чтобы найти золото. Нельзя забывать и о саамских рассказах. Были в них и привидения, и много других персонажей. Главное, не допустить оттока молодежи за пределы общины, уверены власти муниципалитета. И, в свою очередь, готовы предложить вчерашним школьникам достаточное количество мест для дальнейшего обучения, а молодым специалистам – рабочие места. Екатерина Гладышевская, Артемий Букшин, телекомпания «Арктик ТВ» и Нарифинляндия.